здравствуйте друзья вот вопрос зачитываю читал вашу историю иммиграции и уже более двух лет смотрю ваш блог у меня сейчас очень похожая история мне 27 лет уже очень скоро собираюсь ехать и получать политическое убежище в сша не будем углубляться в детали получения потому что проблема в следующем с одной стороны жена понимает что так жить дальше невозможно ведь есть реальный страх за свою жизнь но с другой стороны она понимает что здесь у нее любимая работа а там ничего а главным страхом для нее является невозможность ездить домой пока здесь есть угроза она не хочет оставлять родителей родственников друзей возможно навсегда но этот страх смерти как бы угрожает мне потому что я главный заявитель и она даже уже предлагала развестись только чтобы избавиться от страха и быть как бы не при дела я ее понимаю но пытаюсь достучаться что лучше быть далеко и живым чем здесь и мертвым да и семью я терять не хочу я хотел бы чтобы вы со светланой рассказали свою историю кто из вас не хотел ехать как справились с этим как переживали разлука с родственниками и друзьями как решились поменять престижную работу на начать все сначала в сша и вообще чтобы мы посоветовали исходя из вашего многолетнего опыта ну давайте порассуждаем и так я бы сказал что я несколько так напряженно себя почувствовал вот в этой ситуации когда угрожает что-то жизни человека и так далее там какой-то экстрим явно присутствует значит ну мы исходим из того что угрожает что-то жизни и в этом смысле меня удивляет позиции жены которая говорит но уже ладно убьют и убьют но все-таки вот есть любимая работа вот надо выбирать между мужем и любимой работы то есть так так звучит я как бы может быть гротесково так но вот получается что жена понимает что есть риск для жизни но у нее работу любимая значит парню 27 жене может быть не знаю там 24 25 что такая за любимая работа я не знаю но во всяком случае вся жизнь впереди понимаете и и где бы она ни жила что там что тут у нее может поменяться вкус и то что сегодня любимая работа станет опастылить понимаете дети появляются и так далее то есть масса всяких таких вещей впереди поэтому и я чувствую что нет согласия между мужем и женой и если это отсутствие согласия проявляется в том что в условиях угрозы жизни как бы приоритетом становится сохранение любимой работы и даже вот где ну давай разведемся действительно человек ну разведитесь я даже не знаю чего у вас детей нет господи боже мой я я даже не знаю а может она там какое-то время пройдет она думается я не знаю во всяком случае что происходит если вы поедете один и будете получать политическое убежище с тем чтобы потом забрать жену это может занять некоторое время это может быть и и два и три года тоже никто не знает но уж годик так точно это в самом оптимистичном варианте если вы поедете вместе допустим вы как-то решили вопрос с визами что вот муж жена вместе едут детей нет там ну хорошо виза у вас есть вы приехали вдвоем значит жена переживает что она не сможет навещать родных там и так далее но не знаю даже что сказать люди навещают родных когда когда уже статус получают они может быть немножко там хитрят ловчат допустим если человек живет я не знаю где на урале то он не летит отсюда на москву оттуда на урал а он летит там куда-нибудь еще в беларусь там или казахстан я там делает пересадку и уже летит там по российского паспорта и тогда это они как-то умудряются это все делать без такого ну как бы буквального следования но нормам так сказать закона там и тогда на этот счет но если угроза жизни такова что там показываться страшно так надо болеть оттуда как я не знаю что со страшной силой разве вопрос стоит то чтобы навестить родственников значит не знаю если мы к нашей истории обратимся времена другие были в том смысле что просто была закрыта граница понимаете и надо было получать разрешение на выезд понимаете вот сегодня вы чтобы приехать в сша вам нужна виза сша тогда тоже нужна была виза сша чтобы приехать сша но еще нужна была выездная виза из ссср чтобы можно было выехать за границы ссср не было у людей загранпаспортов и но только может у дипломатических работников там я не знаю кого у кого могли быть загранпаспорта и вот или может там спецслужбы где так вот самой возможности такой не было информации никакой не было языков там никто не знал иностранных и даже если пиво поместить за границу как бы он там я не знаю выживал в общем неизвестность была такая поэтому сейчас проще в том смысле что ты знаешь куда ты едешь и ты примерно представляешь что с тобой будет там первый год второй третий пятый это это все более менее понятно это уже исследованная область есть миллионы понимаете уже не 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 тысячи не десятки и не сотни тысяч миллионы соотечественников наших уже прошли этот путь поэтому вы можете посмотреть на ту группу к которой себя относите там социальную образовательную возрастную и так далее можете сказать то вот я примерно принадлежу вот к этой группе вот их статистика это моя статистика частенько люди ошибаются с тем какой группе они принадлежат это тоже бывает то есть они как-то рассчитывают на что-то потом выясняет что это совершенно не их статистика а чужая но это отдельно это мелочь это там уже корректируется на ходу поэтому в наше время люди уезжали навсегда то есть они когда уезжали они знали что обратно их не пустят смысле даже погостить или там навестить и так далее это было невозможно и ну вот может быть знаете вот может быть первый год как вдруг стали возникать люди которые уехали там 10 лет назад там приезжать в гости вот тут только только стали разрешать вот примерно в этот момент как когда прощались то прощались навсегда и причины отъезда ну там я не помню чтобы кому-то вот именно была угроза жизни но там было много других неприятностей помимо там колбасности да то есть вот пустых полок и сейчас вот вроде бы не объяснишь то заходишь магазин а полки все пустые это почему пустые а как то они вдруг пустые а тогда они были пустые и страна разваливалась в этот момент времени конкретный был такой что страна разваливалась и и в общем как-то какой-то странный шел такой процесс был конец 90-го года там кто помнит тот помнит кто не помнит и слава богу что не помнит но у нас получалась такая ситуация что света рвалась уехать вот сколько мы с ней знакомы вот столько ей хотелось уехать а я как-то знаете у меня тогда бизнес был и тогда легко все делалось зарабатывалось легко и какие-то горизонты знаете вот казалось что вот сейчас как вот но другой стороны страшно тоже было что страшно было что прихлопнут страшно было что не простят тогда не было угрозы физической вот со стороны там бандитов и так далее еще было такое замечательное время когда этого не было но но было омерзительно до тошноты вот омерзительность стала захлестывать все вокруг вот в моем сознании потому что надо было взятки давать и я столкнулся с миром с которым раньше не сталкивался ну там инженер ну там научный сотрудник товара разная жизнь понимаете а когда ты начинаешь каким-то хозяйством таким заниматься и ты начинаешь давать взятки и и ты начинаешь делать какие нелегальные вещи потому что нелегально абсолютно все ты не можешь мир пойти и купить что-то для бизнеса ты должен дать взятку чтобы тебе продали на все какие-то фонды на все какие-то лимиты все искусственное через задницу и так далее и я я просто был из другого мира я не мог этим заниматься пойти вот я когда слышу там говорят что а в россии сейчас можно заработать вот так как можно там заработать вот так я не хочу и тогда не хотел то есть дело не в сумме который ты украл называя это зарабатывание понимать или там скажем ходил по грани взятки давал это это как не тут понятно что если без десятки ничего сделать нельзя то это норма и вроде все это за рамки за скобочки вынесли вроде как этого нет вроде ты законов не нарушал и срок тебе не положен там и так далее но на самом-то деле как бы уровень терпимости людей разные каким-то вещам поэтому значит вот и в этот момент когда уже приближался наш отъезд я уже спал и видел как мы оттуда унесемся и у меня четыре месяца потом после отъезда уже мы в америке были четыре месяца на каждой ночь снился один тот же сон кошмарный что в трапу самолета подхожу и мне говорит гражданин давайте пройдем вот сюда и прямо так с трапа снимают я с другими людьми разговаривал то же самое у них такое же ощущение было бы сама мысль о том что ты можешь вырваться оттуда она была настолько невероятной не верилось понимаете думаю сейчас что-то должно произойти поэтому я бы не стал вот так напрямую сравнивать то что сейчас происходит и то что тогда происходило и мой первый выезд за границу был вот вот этот я вам расскажу смешной случай работал я в ней и занимался там ну какими-то методиками там методы обучения там для системы профтех образования и в частности мне пришлось делать программу и там нет методички всякие по предмету который ввели в профтех училищах на парк за пару лет до того как курс по информатике появился в средней школе то что как бы профтех образование оно такое более ориентированное на производство и был курс назывался автоматизация производства на основе вычислительной техники электронной техники я делал программу этого курса и там какие-то методички писал журнале в профтех образования там какой-то громадный там материал писал как преподавать этот курс там и так далее ну и короче заплат наш говорит михаил петрович есть вот значит возможность поехать финляндию там на конференцию значит сделать доклад вот по этой тематике там так далее играть стоит буквально там тысячи рублей для метода тысячи рублей это было как я даже не знаю с чем сейчас сравнить ну что-то сказочное и значит я говорю что же это за конференция такая что еще и денег стоит он говорит ну понимаете он говорит там на три человека от советского союза должна быть там делегация но дело в том что как бы все три места они как бы уже расписаны в госкомитете по профтех образованию к которому относился наш институт значит там уже все расписали а получается что из тех кто значит удостоен некому выступить сообщением и значит придумали такую историю что человек который выступит ему позволят ему позволят купить путевку которая значит в те дни туристическую в те дни когда конференция она как раз будет проходить через вот этот самый город турку и он зайдет выступит и дальше пойдет там в туристическое свое путешествие и я ему говорю эдуард юричка ему как-то унизительно получается вот он говорит он я смотрит мне прям глаза на лоб вылезли опыт михаил петрович готов да вы еще ни в одной из соц стране не были а вам уже позволяют купить путевку в капиталистическую давайте я просто вам рассказываю про тот мир в который я и я не поехал естественно но нашелся там паренек один из воронежа ему давно хотелось вот он значит поехал к чему я рассказываю я бы не стал сравнивать вот тот мир и этот мир и слава богу что вы того не знаете и и дай бог что вы узнали этот который вот вот по которому мы сейчас тут проезжаем и тогда у вас может быть появится возможность сравнить вы лучше сравнивайте вот тот что сейчас у вас там этот что у вас будет здесь а насчет жены вот в том варианте в котором вопрос поставлен я бы сказал что странная постановка какая-то неорганичная что ли что-то что-то в этом мне кажется неестественным вот я уже сказал что что касается любимой работы родственников и так далее у нас не было любимой работы когда мы уезжали светлана никак не могла устроиться ни на какую работу потому что она как раз защитилась там была стала кандидатом педагогических наук и пока она в аспирантуре училась вот этот сср пока в это время развалился ну и короче она кандидат наук работы такой чтобы для кандидата наук нету ну то есть можно делать какую-то еще которая не связана с тем что она вот чего-то такого там достигла и хотела развиваться в этом направлении не было работы не исследовательской не там какой-то прикладных может быть исследований не 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 было она очень высоких теориях там защищалась в институте в общей педагогики академии педагогических наук там такие методологические вопросы но но даже прикладных не было и она просто не работала а я со своим этим бизнесом не могу сказать что это было для меня туда любимой работой потому что я я уже очень тяготился вот этими обстоятельствами я не хочу сказать криминального но такого не очень законопослушного что ли характер ну вот вот я про взятки говорю взятки и все время нарушения всего вот в этом мне это ужасно не нравилось поэтому с любимой работы нам расставаться не приходилось что касается родственников не было ощущения что мы можем увидеться в дальнейшем потому что время такое было но в то же время я хочу сказать что в течение двух лет мы мы все тут собрались вместе и все родственники которые были оказались тут поэтому в конечном счете в общем то получилось все неплохо но но было да было такое ощущение это правда оно было но с другой стороны было ощущение что оставаться нельзя ни при каких обстоятельствах кроме того я вам скажу такую вещь это больше в сознании люди нагнетают вот например мой отец в 14 лет это был тридцать четвертый год вот он двадцатого года значит в тридцать четвертом году ему было 14 лет и отец его послал в одессу в фсу учиться а он по-русски не говорю там они вот в этом местечке жили они там все наидишь там семилетку он это закончил наидишь и фсу в одессе было наидишь тоже вот он поставил его в этот фсу вот он в одессе научился немножко по-русски говорить и и все и дальше он уже никогда не вернулся домой он работал там на заводе потом была война он служил в армии потом он стал профессиональным военным и он наезжал иногда вот родителей проведать там может раз в несколько лет но но собственно вот вот и все то есть как вам сказать мы живем в таком мире где люди очень редко видят родственников даже бывает живут рядом и видит редко вот а сколько хочешь там я не знаю вот вроде родом из киева там родня по всему бывшему ссср там от владивостока до я не знаю чего еще до прибалтики и это все на самом деле больше надумано чем чем реально конечно бывают семьи где очень близкие связи и они каждый день видятся и это конечно это это тоже бывает я просто говорю о том что в принципе люди живут и люди движутся вот посмотрите на тех кто сегодня в москве живет там может быть 75 процентов это люди которые не жили в москве там 20 лет назад но ничего страшно начали откуда-то уехали поехали в москву и они там живут пустили корни как часто они видят там маму и папу даже если мама и папа я не знаю не безумно далеко живут там день в нижнем новгороде как часто они видят поэтому я бы не стал драматизировать вот эту часть мое впечатление это больше это больше может быть или отмазка или такие у девушки у жены до либо это ну какие-то страхи которые она себе представляет на самом деле может быть это не так не так и страшно в общем я не знаю обстоятельств и я не знаю что именно угрожает я не знаю какие насколько тесно ваша супруга с родителями своими связано но я хочу сказать что если с ее стороны нет желания семью сохранить и как бы с мужем там дальше по жизни двигаться и я вот просматриваю эту линию в том что вы там было сказано в вопросе это линия просматривается хорошо ну значит что ж теперь можно сделать понимаете это же не вымучить нельзя семью это же очень органичное такое построение где есть две стороны они сливаются в единое целое семья это же не два человека это семья там уже нет ни не отличить где один и где другой а если отличие что в этой семье есть большие шансы развалиться на эти самые две составляющие хорошо что детей пока нет и вы как бы можете достаточно свободно там решать те проблемы которые накапливают счастливо